Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами важный разговор, разговор, который является основой нашего существования. Итак, разговор будет о любви к себе. Почему вообще это нужно? Почему об этом так много все говорят, особенно в последнее время? Что вообще такое? Кажется, что-то что-то вообще может быть неприличное? Почему это я должна любить себя или вообще быть эгоистом? И что это значит по отношению к окружающим? Вот это я вам хочу сказать. Но главное, я хочу вам рассказать о привычках, которые необходимо будет построить, чтобы любовь к себе у вас действительно существовала и вы ее поддерживали. Ну, во-первых, надо сказать, что любовь к себе – это основа нашего существования. Мы имеем три основных инстинкта. И первый инстинкт – это инстинкт самосохранения. Это было развито в нас многолетними, то есть многомиллионами лет эволюции. Мы должны выживать как особи, поэтому инстинкт самосохранения был в нас, и он-то и является основой любви к себе. Если мы не побеспокоимся, если мы не выживем, если мы не будем замечены в стае, а мы стайные животные всегда были, млекопитающие стайные животные, если мы не будем замечены в этой стае, если мы не будем хорошо выглядеть, если мы не будем иметь хорошую энергию, то нас никто не заметит, нам не достанется еды в этой стае, нам не достанется партнера, мы не будем иметь потомства. В общем, жизнь будет не очень хорошая. Поэтому вот любовь к себе является основой продолжения жизни человека и вообще просто качеством его жизни, и, соответственно, конечно, окружающих, потому что чем лучше будет мы с вами, тем лучше будем окружающих. Никто не хочет иметь слабых, больных, немощных, бедных в своем окружении. Все хотят иметь сильных, умных, богатых, здоровых, правда, и поговорок, наверное, миллион на эту тему и так далее. То есть поэтому для того, чтобы построить эту любовь к себе и знать, что вообще такое уважение и любовь к себе, только зная это, только чувствуя это для себя, мы можем это дать окружающим. Мы можем быть такими же людьми, которые уважают и любят себя, соответственно, мы можем уважать и любить окружающих. Это так и не по-другому. Если вы думаете, что, если вы отдаете себя в жертву, если вы это делаете все для мужа, для жены, для кого-то еще, то вы ставите себя на второе, на третье, на пятое, десятое место, то на самом деле это совсем не так. Вы это делаете всегда для себя и чаще всего из своей слабости. Итак, сегодня разговор для тех, кто все-таки хочет узнать это и хочет это для себя применить качество. Семь привычек, которые необходимо построить, знать и уметь для того, чтобы поддерживать любовь к себе. Итак, первая привычка. Уважайте ваши границы, построите ваши границы. Знайте, что вы можете, что вы способны сделать, а что нет. Вы можете работать и работать над каким-то проектом бесконечно. Вы можете ходить в спортивный зал и поднимать снаряды, и делать это годами, и вы никогда не будете как тот другой, который делает это рядом с вами. Он будет более мощный, более сильный, он будет более успешный в этом деле. Или в каком-то другом деле, в любом бизнесе, в любой профессии. Кто-то может быть лучше, а вы можете этого не достичь. Это не значит, что вы хуже. Это означает, что это есть ваши границы. Вы можете их постепенно расширять, вы можете делать что-то, идти на этом пути. Но это не означает, что вы всегда можете стать тот, как кто-то, кто-то другой. И вы один человек, а тот человек другой. Поэтому скажите себе, я сделал все, что мог. Я сделала все, что я могу, все, что в моих силах. Я стараюсь, я делаю. Я умненькая, красивенькая, хорошенькая девочка или прекрасный, замечательный парень. И я сделала максимум, что могла. Но это не значит, что вы должны себя критиковать и иметь чувство неполноценности, потому что кто-то другой достиг чего-то большего. Уважайте свои границы и позволяйте никому другим их нарушать. Вторая привычка, которую я бы построила для себя, если бы хотела научиться любви к себе. Доверяйте своим чувствам, своей интуиции. Наши чувства – это комбинация нашего инстинкта, нашей интуиции, нашего опыта и наших ценностей. Вот это вот все. Я чувствую, что мне надо сделать. Я чувствую, что я должна поменять свою работу. Я чувствую, что этот парень не для меня. Я чувствую, что эта девушка, мне, может быть, не продлится отношение дома. Мы это чувствуем. Но очень часто мы закрываем на это глаза. Мы говорим себе, ну да, нет, это выглядит все нормально. И даже не позволяем себе, не даем себе времени, чтобы прочувствовать действительно это, задуматься. И поверить, довериться своим чувствам. Мы, скорее всего, иногда доверяем чужим решениям. Мы говорим, о, вот спрошу у него совета. Как он скажет? Как ты считаешь, поменять мне работу или не поменять? Я такие очень часто вопросы получаю в четверг на инстаграм, где я посвящаю целый день ответу на вопросы и ответы. Очень часто меня спрашивают такие вопросы, которые я бы решила сама. Я бы не спрашивала это. Так вот это вот и является любовью к себе. Потому что только вы знаете, только вы можете прочувствовать благодаря своей интуиции, своему опыту, своим знаниям, что нужно и что можете вы. Никто никогда не даст вам правильный совет. Никогда. Вас могут направить, но вы знаете лучше, что вам нужно. Единственное, что нужно делать, это все-таки доверять себе, доверять своим решениям, своим чувствам и никогда никого не спрашивать, как вам поступить. Третий совет, который я хотела бы вам дать, это даже не совет, это привычка, которую нужно построить. Это заботиться о своем здоровье и о своей внешности, о своей красоте. Это основа нашего существования вообще, нашей здоровья и красоты. Если этого нет, то нет ничего. Поэтому оставить себя на второй план, заботиться о ком-то и игнорировать себя, игнорировать свое правильное питание, свой полноценный сон, свои занятия спортом, свой уход за собой, экономить на своей одежде, экономить на качестве того, какая вы ездите машина и прочее. Вот об этом я хочу сказать, потому что комбинация вот этих привычек, которые вам позволяют чувствовать себя хорошо, и зависит вот именно от того, как вы себя чувствуете, что у вас внутри, что вы позволили себе на ланч авокадо и кусочек красной рыбы. Или у вас, вы сказали себе, ой, я оставлю это другим, а сама съем какие-нибудь макароны. Вот об этом я хочу сказать. В первую очередь сама, в первую очередь сам. Тогда, когда вы будете сильным, вы сможете больше заработать денег и больше купить авокадо. Когда вы будете любить себя и знать, что вы достойны большего. Не ставить себя все время на вторую какую-то полку, на третье место и говорить себе, ой, это не для меня, я этого не достойна, я недостаточно хороша, я недостаточно хорош, я недостаточно умен. Нет. А поставить себя на первое место и сказать, я это достоин, это для меня тоже. Это, конечно, не означает, что мы с вами должны стать эгоистами. Это означает, что мы должны в первую очередь создать себя. И создав себя, с нами гораздо лучше будет всем окружающим. Четвертая привычка, которую я хотела бы построить, это найдите свое увлечение, найдите свое любимое дело. Люди, которые имеют свое увлечение, свое любимое дело, у них глаза горят, они совсем другие люди. Они никогда не будут не любить себя, они никогда не будут ставить себя на второе место, потому что они знают, что они делают какое-то общественно важное дело, что они помогают людям, или они помогают людям повышать свой уровень образования, или они лечат этих людей, это их вклад в эту жизнь, или они решают проблемы экологии, или они решают проблемы климата, или они просто кому-то помогают воспитывать детей. Я не знаю, все что угодно может быть. Но найдите свое вот это вот увлечение в жизни. Тогда это даст вам необходимую энергию, необходимую радость жизни, которая и даст вам вот это вот удовлетворение и веру в себя. Да, я что-то делаю, я действительно кому-то полезен, я кому-то нужен, от меня что-то зависит в этой жизни. И у вас не будет никаких вопросов в тем, чтобы не любить себя. Вы будете понимать, что у вас есть вот общественная оценка ваших дел, или это оценка вашей семьи, как угодно. Но лучше, конечно, расширить эти границы. Следующее, что очень и очень важно, делайте только решения, основанные на том, что ну вам нужно. Сделайте ваше «мне нужно» приоритетом перед «я хочу». То есть главное, что мы должны с вами делать, каждый раз, когда мы что-то принимаем, какое-то решение. Не «я хочу», как вас многие очень учат, любовь к себе – это делать то, что вы хотите. Нет, 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 это совсем не так. Любовь к себе в первую очередь – это поставить приоритетом, что вам нужно. Если вам нужно пойти, если вам нужно закончить работу, закончить проект, а вы хотите пойти в бар, так сделайте приоритетом то, что вам нужно. Сегодня вы закончите проект, завтра вас признает руководство, у вас будет хорошая карьера, у вас будет хорошая зарплата, у вас будет интересная работа, поездки по всему миру, а в бар вы всегда сходите. Но поставьте приоритетом то, что вам нужно в первую очередь. Это научит вас принимать хорошие решения, вы будете знать и чувствовать, научитесь, а что действительно вам нужно, что действительно помогает вам в жизни продвигаться вперед и строить лучшую версию себя и любить себя так, чтобы было хорошо и вам, и окружающим. Следующая, шестая привычка, которую я считаю очень важно иметь в своем арсенале любви к себе – это фокусироваться только на своей жизни, в первую очередь на своей жизни. Закройте ворота в мир социальной медиа. Закройте Инстаграм, Фейсбук, которые вы сейчас смотрите, но сейчас вы смотрите то, что полезно для вас, но очень часто мы смотрим то, что нам абсолютно не полезно, то это просто праздное любопытство, которое никак не улучшает нашу жизнь. И происходит такое, когда вы видите где-то какой-то очень высокий уровень жизни или путешествий, или какой-то красоты, или одежды, вы начинаете себя сравнивать, вы начинаете себя чувствовать неполноценным человеком. Кроме того, люди в социальной медиа, вот послушайте меня, могут вас оскорблять, могут вас унижать, унижать. Это люди, которых вы даже никогда не встретите. Не потому, что вы плохи на самом деле, а просто потому, что у кого-то не в порядке что-то с головой, и он напишет какую-нибудь очередную там гадость вам в комментариях. Да не имеет никакой ценности для вас, никакого отношения к вам не имеет, если кто-то вас критикует, если кто-то вас унижает. Но вот эта вот красивая жизнь и фокус на жизни других людей опускает нас вниз. Если мы говорим, я недостаточно хорош, я так не могу, у меня нет такой одежды, у меня нет такой яхты, у меня нет такой виллы, у меня нет такой семьи красивой, у меня нет столько машин. Зачем они выставляют эти машины свои красивые, я все время хочу спросить. Ребята, вот Таяс, вы зачем машины показываете? Это уже давно не уровень, сколько стоит машина. Ну пусть она стоит 250 тысяч долларов, но это не уровень, который нужно показывать, как уровень успеха. Это могут очень многие себе позволить. Но настоящий успех, он должен быть не показным, он должен быть тихим. Правда? Правда. Итак, вы можете таким образом просмотреть свою жизнь, когда вы наблюдаете за чьей-то жизнью. Вы перестанете быть благодушным себе, затем благодарным себе за то, кем вы стали. Вы будете думать, что вы какой-то лузер. Это вот с нами, можно здесь социальные медиа. Поэтому, чтобы полюбить себя, нам нужно как можно больше обращать внимание на себя, на свою жизнь и сделать себя приоритетом. Ну и последнее, еще у меня продолжение вот этой шестой привычки, это научиться слушать себя. Для этого вам нужно сократить свой мир до мира своих интересов. Тогда вы будете знать, а мне что нужно? А я как продвигаюсь вперед? А я что делаю? А где мои интересы? Что я могу сделать лучше для себя? Нас атакует эта бесконечная информация со всех сторон. Поэтому закройте ворота в этот мир социальной медиа. Оставьте только то, где там, где вы учитесь, где действительно вы чему-то можете научиться хорошему и продвинуться вперед. Вот как мой канал, например. Это действительно школа, школа того, чтобы построить свою самую лучшую жизнь. И вот оставьте в этом место для себя. То есть фокус все-таки на себе. Не меняйтесь, потому что кто-то этого хочет. Меняйтесь, потому что вы при этом растетесь и становитесь лучше для себя. Перестаньте интересоваться жизнью других. Начните интересоваться только своей собственной жизнью. Ну и последняя, седьмая привычка, которую я добавляю в этот список, это полюбиться рискованные возможности. У нас не так часто в жизни бывают какие-то возможности, которые нас могут серьезно продвинуться куда-то. Мы что-то заметили, что-то придумали, кого-то встретили, нам кто-то что-то предложил интересное. А мы сказали, а, ладно. Я это слышу от клиентов очень часто. У меня будет еще. Да, это очень хороший дом, да. Но мой дом будет всегда меня найдет. А потом никогда не найдет. Так никогда не бывает. Поэтому, если вы хотите любить себя, вы должны поверить в свои возможности и в возможности преодолевать трудности. Потому что, как я сказала, эти возможности вам вырастить и сделать свой прогресс в жизни не бывают часто. Они могут быть у вас один раз в жизни, а вы их можете просмотреть и никогда больше этого не достигнете. Поэтому, прежде чем вы полюбите себя, вам нужно стать самим собой. Поверить в себя – это самое-самое главное. Вот всегда помните, что ваша обязанность – любить себя в первую очередь. Это так красиво и так притягательно. Вы наверняка встречаете людей, которые вы чувствуете, как от этого человека исходит уверенность в себе, любовь к себе, как он доволен собой. И он не как-то не уродливо это делает, а делает это спокойно так, что это не будет заметно вам, он не будет ничем кичиться, он просто будет спокойно доволен собой. Вот это вот мы с вами должны этому учиться. И вот такие семь привычек я предлагаю вам включить в свой список. Возьмите какую-нибудь записную книжку, запишите все эти привычки в записную книжку, напишите их сейчас в комментариях, коротко, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Напишите прямо в комментариях. Этим самым вы запомните их еще лучше. Хорошо? А я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Надеюсь, с вами увидится завтра в прямом эфире по вторникам в 20 часов Москвы. И мы будем поговорить о недвижимости. Мы поговорим о том, что важно в покупке, продаже недвижимости. Уже подходит осенний сезон, и я думаю, что для многих это очень актуальная тема. Пока-пока, мои дорогие. Bye!